Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. Борис, его пригласил ректор, какие-то там переговоры, он освободится и придет. Следующий доклад. Петр Баранцевич, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Получение, анализ больших объемов виброметрических данных и сигналов. Борис очень просил передать, ему понравились ваши доклады, которые были в прошлом году. Он запомнил эти доклады и надеется, что этот доклад будет еще более интересен. Пожалуйста. Это, кто знает, факультет КСИС плюс научно-исследовательская лаборатория НИЧ. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. В данном докладе будет рассмотрен один из аспектов применения больших данных, которые относятся к области непрерывного контроля параметров разнообразных технических объектов. Да, это может быть несколько не совсем то, о чем говорилось в данный момент, когда мы собираем разную информацию о состоянии потребителей, предпочтений и тому подобное. Но вместе с тем, реально, в конце концов, нас интересуют реальные продукты. Мы хотим пить чистую воду, кушать хорошие продукты и, самое важное, пользоваться электрической энергией. Потому что, если вдруг отключить электроэнергию, вы можете представить, куда денутся наши все большие данные. И где они будут находиться, и как мы с ними будем работать. Поэтому, скажем так, работает большое число разнообразных объектов, агрегатов и тому подобное, которые обеспечивают нашу обычную жизнедеятельность. И, в общем-то, мы занимаемся одним из таких направлений, это созданием систем контроля, оценки состояния, мониторинга, диагностики, защиты разнообразных объектов с вращательным движением. Основное направление нашей деятельности, это разработка систем контроля энергетических турбоагрегатов. То есть, тех объектов, которые производят электрическую энергию, которой мы пользуемся и за счет которой мы, в общем-то, существуем. Ну, вот здесь на слайдах показаны, скажем, некоторые объекты, которые контролируются, которые необходимо контролировать. А в чем особенность этих объектов? Что они работают непрерывно во времени, их подвижные части имеют большую массу. Допустим, вот волопровод данной турбины, он где-то 80 тонн. И вот этот волопровод вращается с частотой 3000 оборотов в минуту, 50 оборотов в секунду, и можно представить, какие силы при этом возникают. И, в общем-то, нормы по вибрации, то есть уровню механических колебаний достаточно жесткие. То есть уровень колебаний подшипниковых опор, он где-то не должен превышать 60 микрон. Скажем, уровни колебаний валов там где-то 120-200 микрон. То есть требования очень большие. И поэтому такие объекты непрерывно контролируются, и при выходе параметров за допустимые границы сначала должны приниматься решения о выдаче сигнализирующих сообщений, а при необходимости срабатывать автоматическая защита. Здесь в чем проблема, что, ну, как бы, скажем, можно сделать очень жестко, и защита будет срабатывать часто, и, в общем-то, объект будет защищен. Но что при этом будет происходить? Если мы останавливаем, допустим, агрегат 100 мегаватт мощностью, это что значит? Что у нас гаснет миллион 100 ваттных лампочек. То есть, в общем-то, экономические потери достаточно большие. Поэтому решения должны быть обоснованные, выверенные и, как бы, технически и экономически оправданные. Ну, если рассматривать вот контроль, то вот здесь, на данном слайде показаны, как устанавливаются датчики, первичные преобразователи, которые преобразуют механические колебания в электрический сигнал. Ну, здесь еще один вариант, то есть, это вот более лабораторная установка, здесь датчики лабораторного типа, согласующие усилители, блок первичной обработки аналоговой информации. Ну, и дальше информация оцифровывается, вводится в компьютер. И вот здесь, как бы, мы уже получаем цифровые данные. Цифровые данные, они обрабатываются, обсчитываются параметры. Ну, вот, как говорилось, первый этап – получение данных, то есть, мы получили данных. Второе – обработка данных, то есть, вычисление параметров этих данных. И, ну, скажем так, следующее – анализ и принятие каких-то решений. Ну, скажем так, ну, вот здесь представлен экран, как, ну, уже параметры обработки, как они представляются на экран. И, по результатам вот этого анализа, вырабатывается, исполненно, скажем, принимаются решения. Решения, скажем так, потом передаются на исполнительный блок, это блок реле уже. Ну, и реле управляет табло, то есть, принятие решений, допустим, выдаст сигнализацию о превышении каких-то уровней, или совершить, скажем так, или остановить агрегат. То есть, вот это работа системы. Данных, скажем так, ну, как бы, ну, как, когда говорят терабайты, здесь нет терабайты, но, скажем так, если реально за секунду мы получаем по одной точке контроля порядка 20 килобайт информации. То есть, по одной точке контроля контролируем, ну, скажем, на одном объекте это порядка 30 точек контроля, но если, скажем, объектов там десятки, то данных уже набегает. Если мы эти данные разворачиваем на часы и сутки, то они уже действительно превращаются в большие данные. Часть данных, ну, скажем так, исходные данные, они выглядят вот таким образом, то есть, вот это вибрационные сигналы, там сигнал от датчика фазовой метки, это все принимается, обрабатывается в режиме реального времени. Строятся параметры трендов, ну, тренды параметров, то есть, вычисления общих уровней вибрации, вибрации по отдельным частотным полосам, там результаты вейвлет, преобразование и тому подобное. Получаем тренды. Ну, там тренды общие, ну, скажем, тренды по отдельным гармоникам. Дальше, если мы храним эти суточные, допустим, суточные тренды, проводится, можно выполнить обработку по отдельному параметру на каком-то временном интервале. То есть, получаем статистические оценки. Ну, скажем так, если вот это для нормального состояния, если возникают какие-то дефекты, то статистические оценки меняются, как меняется среднее значение, максимальное, диапазоны, изменения и тому подобное. Эти параметры, как бы, запускаются на функции принятия решений, ну, скажем, и на основе функции принятия решений уже, ну, скажем, выполняются какие-то действия. Данные системы, они, ну, вот, скажем, мы их создавали еще вот в 90-е, начало 2000-х годов, на то время, как бы, понятие больших данных еще, как бы, не использовалось, но вместе с тем, как я смотрю, это были действительно на то время большие данные. То есть, это были компьютерные большие данные, когда за сутки получались уже десятки, сотни мегабайт информации. То есть, когда сами жесткие диски там были, там, один-два гигабайта, то эти объемы информации уже были действительно большие. В настоящее время, скажем так, можно писать, сохранять непрерывные сигналы. Непрерывные сигналы, здесь вот показаны некоторые приборы, которые используются для их получения и сохранения. Ну, и, соответственно, обрабатывая непрерывные сигналы, можно решать разнообразные вопросы. Ну, здесь применительно к сигналам вот решаются, ну, скажем так, когда мы начали смотреть уже вот непрерывные сигналы, выявлено было, что иногда возникают какие-то одиночные вибрационные всплески возмущения. То есть, были предложены алгоритмы обнаружения таких явлений, то есть, путем разложения на почти периодические шумоподобные составляющие. Используются вейвлеты для обработки данных, тоже с ориентацией вот на обнаружение таких явлений. Ну, и, скажем так, можно оценивать реально, ну, скажем так, аварийно развивающиеся ситуации. Ну, вот здесь вот показан один из таких объектов, турбодетандер. Это турбина, которая работает на перепаде давления газа, то есть, это как бы объект энергосбережения, то есть, когда газ идет по трубам, он идет под давлением 6 атмосфер, перед сжиганием его надо понижать давление до 1 атмосферы, и, соответственно, это можно использовать для вращения турбины. Вот такой объект. Ну, и там в одном режиме возникали вот такие скачки по вибрации этого объекта. Скажем так, есть, ну, скажем, были зафиксированы непрерывные реализации вот этих вибрационных сигналов при таких ситуациях. Ну, скажем, и обнаружены причины их возникновения. И вот здесь показан, как бы, временной темп развития такой ситуации. Ну, в данном случае, вот здесь на графике, это график где-то 0,2 секунды. То есть, видите, что ситуация, ну, скажем так, вот ситуации на таких объектах могут развиваться очень быстро, и решения, соответственно, системы, которые выполняют функции контроля и тому подобное, должны принимать достаточно быстро. Таким образом, как бы, проблемы, ну, скажем так, проблемы есть и в быстродействии, и в объемах данных, и тому подобное. Конечно, хотелось бы вот сейчас, ну, скажем так, мы больше, так скажем, наверное, в общетеоритическом плане, ну, скажем так, в идейном плане работаем, чтобы, скажем, организовать и облачное хранилище таких данных, и такую, скажем, удаленную обработку с использованием мобильных устройств и тому подобное. Ну, это, скажем так, вот, пока законченных решений у нас в этом плане нету, ну, там немножко работаем, пытаемся работать в каком-то направлении. Ну, а, конечно, если применительно вот рассматривать нашу конференцию, большие данные, это серьезно, наверное, надолго, и они будут затрагивать разные аспекты, ну, и, в принципе, хотелось бы, чтобы вот и молодые ученые и тому подобное, они рассматривали такие, ну, скажем так, может быть, не очень простые и привлекательные технические вопросы, когда приходится работать с реальными техническими объектами. Реальные технические объекты – это и разные условия, и масло, и шум, и температура, и тому подобное. Ну, скажем так, это не офис, и, соответственно, системы такие должны работать в реальных производственных условиях. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Беринов, Уральский федеральный университет. Дело в том, что вот вы сейчас нарисовали картину, ну, работая с производственным агрегатом. При этом, если я правильно понял ваш доклад, вы вырабатываете решающие правила, и система автоматически принимает решение, ну, скажем, об остановке или изменении параметров. Или сигнализации, да. Или работы. Вот где-то мы, где-то 12 лет тоже занимаемся промышленными объектами, поэтому хотим задать вопрос. Всем известно, что когда применяются вот алгоритмы, да, больших данных, статистических, они все имеют погрешность. Ну, вот не может результат, сделанный на основе какой-то статистической выборки, иметь стопроцентный результат. А в данном случае у вас система с очень высоким уровнем ответственности. Как вы с заказчиком работаете, чтобы эту ответственность на вас не перевожили? Ну, хотя вот первый вопрос. Если, скажем так, ну, если с точки зрения организационного вопроса, ну, во-первых, у нас алгоритмы защиты, ну, принимают, защита и сигнализация принимаются по предельным уровням. То есть, если, скажем так, система обнаруживает, что превышается там группа, ну, группа параметров превышает какие-то предельные значения, то принимается решение или о сигнализации, или даже о аварийном отключении. Эти алгоритмы, скажем так, они предварительно утверждаются, ну, скажем, на всех уровнях, и проводятся испытания, скажем, правильности срабатывания этих алгоритмов. Потом, как бы, когда они внедряются, это где-то годичный год, ну, год опытной эксплуатации. То есть, опытная эксплуатация, но она предполагает, что возможны и ошибочные срабатывания. Но если ошибочных срабатываний нету, то принимается в узком решении о вводе системы в эксплуатацию, ну, то есть, промышленную эксплуатацию. То есть, вот у нас где-то такой подход, ну, скажем так, причем, я скажу так, вот в последнее время, ну, как бы, как бы руководящие работники, руководящие работники, они хотят, чтобы больше было автоматики, потому что, к сожалению, квалификация персонала не повышается, а даже наоборот, и, в общем-то, принять оперативно быстрое решение персонал, ну, может, и не хочет, и не может, потому что тогда ответственность ложится на него. Когда же срабатывает система автоматически, все рады. Ага, это не мы. Это она сработала, это она там остановила или что-то сделала. Ну, тут понятно, ну, скажем так, что в такой ситуации, ну, как бы, разработчикам систем тоже брать на себя лишнюю ответственность не очень хочется. А вот вы не сталкивались с таким бескомпромиссным максимализмом? То есть, вот, как правило, производственники о том, что мы работаем со статистикой, со статистическими данными, не понимают. И то, что система, которая искусственного интеллекта, что она чем-то похожа на человека, с какой-то вероятностью в каких-то ситуациях она может ошибиться. При этом, очень интересно, когда спрашиваешь, вы согласны с системой, которая работает с точностью 99,999? Я говорю, да. Как только происходит вот этот 0,001 случай, все говорят, ну, что, она не работает. Получается у вас? Ну, были, ну, я скажу так, вот, ну, как-то, наверное, вот до такой ситуации у нас не доходило, что вот именно вот так нас жестко, ну, все-таки тут есть понимание, ну, людей, которые, ну, понимают, что не все так просто и, как бы, все, ну, скажем так, автоматизируются самые, ну, как бы, критичные режимы, что если уже дальше, то это будет аварийная ситуация вообще. Если режимы, в общем-то, такие, ну, когда можно посмотреть еще, в принципе, это в данный момент, как бы, отводится на усмотрение персонала, потому что, ну, я говорю, что, что вот взять и отвалить турбину вдруг. Ну, скажем, это удар по энергосистеме, ну, масса проблем таких. Поэтому, когда, ну, даже повышается вибрация и персонал видит, ну, что можно там полчаса, час еще поработать, скажем, вводя новую мощность, то есть не нося сильный удар по энергосистеме, то, в принципе, такие решения принимаются. Но, опять же, ну, понятно, что это управленческое решение, это решение руководителя там или главного инженера, то есть он принимает решение, что делать, в общем-то, это... Спасибо, очень интересно. Спасибо. Пожалуйста. Извините, один вопрос, быстрый. Насколько сложно изготовление таких датчиков у вас? И примерно стоимость? Ну, датчики, вот эти пьезоэлектрические датчики, мы сами их не изготавливаем, это отдельное производство. Их стоимость, номенклатура широкая по стоимости, в зависимости от условия эксплуатации. Это, ну, скажем так, от сотен условных единиц до тысяч. То есть вот где-то так. Спасибо. Спасибо. Сейчас у нас очень интересный доклад молодого представителя компании iTexus. Юрий Ветров, выпускник университета информатики и радиоэлектроники, учился на КСИС и плюс еще магистратура, да, на КСИС? Да. Пожалуйста. Итак, добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Юрий Ветров, благодарю за то, что меня представили, и я закончил ГУИР. На данный момент я являюсь разработчиком программного обеспечения, и часть моих разработок связана непосредственно с вопросами больших данных и машинного обучения. Как раз таки тех вопросов, которые обсуждаются на данной конференции. И здесь я представляю минскую компанию iTexus. Вот вы можете видеть логотип, он как у меня в презентации в нижнем углу, так и на данном плакате. В рамках выделенного мне времени я позволю немного рассказать, что есть iTexus, чем мы занимаемся. iTexus – это аутсорсинговая компания, большинство заказчиков из Европы и из США. Компания существует уже три года. В данный момент компания активно расширяет свои позиции в финтех-секторе. Собственно говоря, про финтех как раз таки и пойдет речь в данной презентации. Прошу прощения, куда пропали мои слайды. Ну ладно, начну пока рассказывать так. Итак, финтех. Что это такое? Финтех, само слово финтех образовано от слов финансы и технологии, financial technology. В данном случае, если мы говорим просто про результаты, которые финтех отдает конечным потребителям, физическим или юридическим лицам, мы можем говорить о таких вполне понятных вещах, как, например, кредитование, банковская инфраструктура, какие-то платежные сервисы. Если же говорить про всю систему в целом, то мы должны добавить один важный фактор. Финтех подразумевает участие современных технологий в работе данных финансовых вопросов. То есть, если мы рассматриваем, например, ту же систему платежей в контексте финтеха, это не просто сайт, где мы вводим какие-то данные, начисляем какую-то сумму и на этом все заканчивается. В данном случае мы говорим о какой-то более интеллектуальной системе, которая задействует более широкий объем данных, каким-то образом их обрабатывает и позволяет нам решать эти вопросы в более человеческом представлении. И про что я хочу рассказать. Зачастую очень многие системы, это, кстати, очень философский вопрос, он затрагивает не только финтех и даже не только бигдейта. Зачастую многие системы предоставляют очень большой объем функционала, но при этом упускают одну важную деталь. Они не позволяют пользоваться этим функционалом так, как мы пользовались обычными вещами, которые нас окружают. Например, ввод данных. Вот я сейчас переключу на следующую картинку. Вот обратите внимание, пожалуйста, на этот интерфейс. Как вы считаете, вот вопрос к аудитории, позволю это себе, что здесь плохого для обычного пользователя, который просто включил эту программу и хочет что-то сделать? Вот вы очень четко заметили, что здесь хорошего. Позволю конкретизировать. Все вы видите просто ужасающий набор различных элементов управления. Какие-то текстовые поля для ввода, какие-то выпадающие списки, какие-то кнопки, какой-то выбор. В общем, глаза просто разбегаются. Собственно говоря, здесь не используется никаких специальных инструментов для того, чтобы облегчить пользователю, обычному человеку, который не инженер, не имеет какого-то специального образования, пользоваться данным инструментом. А теперь я переключу на следующий слайд. Мы видим обычную текстовую строку и одну кнопку. На этом все заканчивается. Рассмотрим некую абстракцию, в которой мы вводим данные не в таком виде, в каком их видит компьютер, а в таком виде, в каком мы представляем их себе как человек. Мы просто вводим обычный запрос. Ну, например, вопрос или какую-то конкретику или что-то еще. Нажимаем кнопку и получаем финальный результат. Таким образом, я потихоньку подвожу к тому, что мы называем NLP. Ну, не то NLP, которое нейролингвистическое программирование, а Natural Language Processing, обработка естественного языка. И вот именно об этом NLP пойдет речь в данном моем докладе. Речь о том, что компания iTexus сейчас активно внедряет в большинство своих финтех-проектов. Для начала немножко отвлекусь. Вот просто можем рассмотреть пример системы, которая выдает данные. Например, данные из базы, в которой есть несколько таблиц. Таблиц порядка 50 колонок, в которые каждая третья колонка ссылается на другую аналогичную таблицу. Для того, чтобы обеспечить полную выборку данных из этих таблиц, нужно предусмотреть огромное количество элементов управления, как я уже и показывал, как было изображено здесь. Это не очень удобно, хотя бы потому, что даже если человек разберется с данной системой, ему в конечном итоге потребуются какие-то новые данные. Как решать этот вопрос? Ну, здесь два решения. Решение самое классическое – предоставлять пользователям вместо всех этих инструментов просто SQL-строку. Но, опять же, не все знают SQL-раз. Два – SQL-это немножко небезопасно в отношении данных. Три – это просто неэстетично. Вариант второй – это рассматривать какие-то инструменты, которые позволяют обрабатывать естественный язык и выдавать пользователю данные по этим вопросам. Ну, обработка естественного языка – это уже далеко не какое-то таинство, каким оно, возможно, было 30 лет назад или даже 40 лет назад. Сейчас есть очень большое количество инструментов, которые позволяют, используя большие данные и машинное обучение, в той или иной мере вернуть пользователю данные либо выполнить какую-то команду, основываясь на его текстовом запросе. Ну, например, наверняка многие здесь слышали про так называемый back-of-words, многие слышали про графы, многие слышали про рекуррентные нейронные сети, которые позволяют учитывать контекст. iTexus пошел немножко дальше, и я представляю следующий подход к распознаванию текстовых данных. Это использование сверточных нейронных сетей. На данной анимации вы можете видеть классическую операцию свертки. Зачем она здесь нужна? Она здесь нужна за тем, чтобы продемонстрировать, как мозг обрабатывает многомерные данные, человеческий мозг. Если мы говорим про обработку данных визуальных, вот как я, например, смотрю на аудиторию, аудитория смотрит на меня, мы замечаем набор линий под какими-то углами. Коллекцию прямых линий, которые выстраиваются в какой-то шаблон, и глядя на какой-то объект, на основании агрегации этих линий, мы можем рассуждать, что перед нами. Человек, экран или что-то еще. Если перенести данные рассуждения на область текста, мы можем говорить, что нашими прямыми линиями в текстовом запросе являются отдельные слова. Я сейчас не буду детально останавливаться на том, что является предобработкой для данной системы. Предположим, что мы обрабатываем аналоговые данные, потому что в данном случае это легче понять. И рассмотрим классическую нейронную сеть. Она сверточная. Вот я привел ее на экране проектора. Для того, чтобы заставить такую нейронную сеть распознавать слова, нужно просто определить рамки контекста, которые мы хотим задействовать. В частности, если мы рассматриваем предложение из семи слов, мы можем обрабатывать кусочки по четыре слова, по три слова и по два слова. В принципе, этого будет достаточно. Механика нейронных сетей позволяет выбирать каждый из этих размеров контекста, формировать собственные индивидуальные реакции на каждый набор этих слов, после этого агрегировать их, формировать повторные реакции. И так до того конца, пока не будет сформирован выход нейронной сети на каждый из конкретных классов. В данном случае вот такая нейронная сеть, которая приведена на экране, она очень простая. Она позволяет нам сформировать лишь две реакции. В данном случае, исходя из входных данных, это либо реакция положительная, либо реакция отрицательная. Если рассматривать сети более крупные, ну, к сожалению, они бы не вместились в экран, поэтому я их просто опишу словами. В более крупных сетях, которые используют подобный подход, мы оперируем на каких-то действиях, которые должен данный классификатор выполнить по результатам данного запроса. Более того, я не говорю, что данное действие должно быть одно. Но учитывая то, что выходы нейронной сети – это всего лишь результат выполнения вероятностной функции, мы можем говорить про три самых вероятных запроса, два, может быть, четыре, ну, в зависимости от размера выходной выборки. Таким образом, если мы переносим это на более крупный объем, мы уже потихоньку приближаемся к тем самым большим данным. Бигдейта, о которых идет речь на каждом накладе в данной конференции. В ходе разработок была сформирована собственная база, как из интернета, так и на основании каких-то собственных паттернов, которая позволяет выполнять такие классические действия, как, например, искать новости в интернете по текстовому запросу. Не просто по совпадению, а именно по тому, что человек хочет получить. Искать какие-то зависимости. Например, можно, я вот покажу скриншоты, у меня будет там, ввести данные, что происходит, например, сейчас в выборах в какой-нибудь парламент, и на основании этого проследить котировки каких-то валют. На основании этого можно проектировать какие-то виртуальные помощники. Ну, такие уже есть в современных телефонах, однако они не перенесены на более широкую индустрию, такую, как глобальный интернет и отсутствие зависимости на платформе. Собственно говоря, какая выборка будет подана данным нейронным сетям, данному классификатору, такой результат мы и будем получать. В данный момент E-Texus ведет несколько разработок по данной сфере. Есть готовые проекты, скриншоты из них я сейчас переведу. Вот, кстати, да, скриншоты здесь. Сейчас немножко по точности поговорим. Раньше считалось, что сверточные сети, в принципе, не в состоянии обрабатывать ничего, кроме каких-то изображений. В данном случае вот такой график вполне опровергает это утверждение. На графике можно наблюдать, что на тестовом наборе сеть разогналась практически до 100%. Ну, 98%. В контексте распознавания текстовых данных это очень хороший результат, потому что, как известно, естественный язык – это грамматика естественного языка, она, в принципе, не поддается какому-то перекладыванию на машинный уровень. Тестовые результаты составили 93%. Собственно, это позволяет говорить о том, что такой инструмент вполне может использоваться в работе как с какими-то крупными структурами, например, в промышленности, так и для обычных пользователей. Вот то, что я могу установить себе в браузер и использовать данные инструменты для того, чтобы как-то получать какие-то данные, анализировать данные и оперировать не просто какими-то ключевыми словами, как мы в поисковике делаем, а именно чем-то, что более понятно нашему мозгу, о чем мы не должны задумываться. Собственно, в этом и есть вся философия. Вот здесь я привел скриншоты. К сожалению, они не очень хорошо видны, но в правой части – это вполне, кстати, действующий проект – в правой части переведен непосредственный результат отработки данного запроса, в левой части переведено окошко, оно почти как чат. Вот вы можете наблюдать, там можно ввести вопрос, можно как-то конкретизировать это, выбрав категорию из предложенных, хотя это вовсе не обязательно, и на основании этого вопроса получить какие-то результирующие данные, в том числе и графики. То есть, если я не ошибаюсь, я вот сейчас посмотрю на экран, что у меня там за скриншот, там вопрос насчет выбора в немецкий парламент. Вопрос насчет выбора в немецкий парламент, и система, совершенно не принимая конкретики про какие-то финансы, выдает графики в зависимости доллара от евро. На других скриншотах вы можете тоже наблюдать аналогичную картину. На этом все. Пожалуйста, если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Какие сравнения с существующими аналогами вы делали? Да, мы делали сравнение с существующими аналогами. Мы еще на эти аналоги, например, всем известная Гугла, например, EMC-системы. Ну, если говорить про... Если говорить про Гугл, то тут немножко не то. Word2Vec там есть. Такое же самое решение, там нейронная сеть используется. Да, Word2Vec – это подход, который позволяет преобразовать слова в вектор, для того, чтобы подать их на нейронную сеть. То есть это скорее не классификатор, это всего лишь предобработка. У Гугл есть экспериментальные разработки в области классификации частей предложения. Они с помощью TensorFlow классифицируют предложения и выделяют для каждого слова, ну, ассоциируют каждое слово с частью этого предложения, таким образом разбивая на предлежащее, сказуемое и прочее. К сожалению, финальные работоспособные системы мы не нашли, но если брать именно сырые результаты, которые используются для... Ну, когда вот мы просто обучаем сеть, то, в принципе, что Гугл, что вот эта вот наша разработка, они обе разгоняются до 90% на тестовом наборе. Это не позволяет оценить их абсолютно, но именно эффективность самой сети, она доказана, она считается достаточно высокой, выше 90%. Данные системы, если я не ошибаюсь, они подставляются пользователю под что-то конкретное. Ну, я знаю IBM Watson, но, предполагаю, вы ее имеете в виду. Не Watson, другая. И подправить контент пазл же вот так включается. Насчет нее не могу ничего говорить, потому что мы тестировали это просто на общем наборе данных. Пожалуйста. Да, два вопроса. Первый еще какой-то. Это по нервам что-нибудь. Что-что? Тензерплоу. Или этот? Окей, Тензерплоу. А можно вернуться на слайд с тестированием? На слайд с тестированием? Вы имеете в виду вот этот? Да, вот этот самый. А какая была методика тестирования? То есть я вот сейчас вижу абстрактные проценты, а что понималось за успех-неуспех в этих процентах, и что по оси их заходит? Так, хорошо. По оси х находится количество эпох. Ну, понятно, чем больше эпох мы прошли в ходе обучения, тем больше мы можем говорить о каком-то значении и точности. Что находится по оси у? Да, это значение accuracy, точность. Каким образом мы это тестировали? Это стандартный подход для алгоритмов а до дельта. Ну, знаете, стахастический градиентный спуск и адаптивный коэффициент обучения. Для каждого десятого элемента в тестовом наборе устанавливалась property is validation. То есть данный элемент тестового набора мы использовали как юнит, по которому мы можем добавлять значения в test accuracy. И если train accuracy, оно строилось по всему набору, то test accuracy – это уже по тестовой выборке данных. После этого мы провели экспериментальные исследования исключительно на тестовом наборе, который был абстрагирован от набора обучающего, и графики по точности, они примерно совпали. То есть там можно было говорить о расхождении в десятых долях процента. Пожалуйста. Еще вопрос. Возвращаясь к самому началу вашего доклада. Вы сказали, не относительно к интернету. Предположим, у нас есть уже каким-то образом организованная информация. Ну вот, в частности, мы занимаемся сбором данных с производственных предприятий. По крупному производственному предприятию у меня есть данные, организованные в определенной генеалогии, что из чего производилось, какие единицы продукции соединялись, разрушались и так далее, до конца производства. Ну, данные о организованной генеалогии, их много. И вот теперь вопрос. Если мы к вам придем с задачей, вот хотелось бы реально такую систему, чтобы пользователь мог задавать теперь вопросы к таким организованным данным. Я хочу знать, какая была температура за пятой клетчью, когда шли заготовки с такой-то химией, и какая при этом была бригада. Мы сможем обучить вашу систему? Теоретически, да. Теоретически, да, потому что нужно сформировать базу каких-то знаний. База знаний, ну, вообще, если говорить про машинное обучение, думаю, ни для кого не секрет. Написать модель несложно. Уже есть много алгоритмов, которые позволяют практически не задумываясь реализовывать достаточно сложные подходы к классификации, кластеризации, чему-то еще. Но обучать систему – это как обучать человека. То есть нельзя просто дать ему огромный кусок данных и сказать, все, учи. Нужно как-то это структурировать. То есть если мы говорим про какие-то сведения, ну, например, вот как вы сказали, температура в таком-то объекте и какая бригада работала, нужно составить базу данных в читабельном формате для нейронных сетей. Нужно определить какие-то соответствия. То есть если мы говорим про температуру, мы должны ставить, про объект, мы должны ставить ему в соответствие какие-то характеристики. Если мы говорим про бригаду, мы должны ставить ей в соответствие какие-то, ну, где когда она работала, где, в общем, какую-то метаинформацию, которая позволяет вот отвечать на такие вопросы. После этого, если нейронные сети смогут корректно воспринять эту информацию, если алгоритм сойдется, то можно будет говорить о таком. Потому что пример вопроса, который вы задали, температура в таком-то месте и какая бригада работала. С помощью этого подхода к сворачиванию данных эти ядра свертки будут отдельно извлекать компоненты вопроса про температуру, про людей, которые работали, будут определять объект. Все это будет соотноситься и будет в базе данных искаться нужный источник данных на реакцию, которая будет выдана классификатором. Так что в теории, да, это возможно. Либо делать каскад таких классификаторов, которые будут отвечать поэтапно на каждый из компонентов вопроса. Пожалуйста. Вот ваши исходные данные для API, которые вы использовали. Есть какие-то поисковые, как я правильно говорю? Я не очень вас слышал. Вопрос. Вы использовали эти данные для запросов, как будут строить графики в зависимости от курса валют, от выборов, да? Данные эти вы получали из каких-то поискового... А, данные, да. Эти данные, они из интернета. То есть конкретный пример вот этой вот системы – это перевод того, что мы хотим, в запрос к какой-то базе, либо для того же Google. Ну, тут уже зависит от конкретных настроек. У меня все же запросы в Google. У меня есть какое-то ограниченное количество обращений. Как решают вопросы слими? Это все задается через конфигурацию. Лично я с этим не работал. Сказать не могу. Опять же, это зависит от конкретных требований заказчика. То есть кому-то, возможно, требуется только финансовая информация, и он доверяет источнику А, источнику Б, источнику С, которые, в свою очередь, предоставляют графическую информацию, информацию табличную, с которой можно строить графики, возможно, какие-то сводки. Все это можно просто добавить через конфиг, например, те же сайты, которые можно доверять, так называемые trusted sources или что-нибудь еще. Если все это не добавлено, то идет работа с классическим Google. Ну, то есть, как вы сами понимаете, у Google есть свой язык, который позволяет в самом поле запроса делать какие-то ограничения, например, включать какие-то слова, включать поиск по сайту и прочее. Пользователю, который вообще не хочет с этим возиться, ему это и не нужно. То есть он просто хочет написать, вот хочу, там найти информацию об этом и об этом. Эта информация будет транслироваться в конкретный запрос для Google. На данном случае мы используем Google, как обычно, data source. И после этого будет производиться парсинг страниц. Ну, вот в правой части данного скриншота вы можете это наблюдать. Пожалуйста. Я правильно понимаю, что ваша система, я ни капли не умаляю значимость, но просто не поменяю, это фактически компилятор запросов на человеческом языке, запросы к источникам данных? Фактически, да. Ну, когда компилятор запросов из человеческого языка в компьютерный станет обыденным делом, возможно, это бы и умалило мой вопрос. Ну, в данном случае, да, это скорее транслятор даже, потому что в любом случае это еще транслируется в язык того же Google или базы данных, после этого оно идет уже на какие-то непосредственные данные. Пожалуйста. Спасибо еще раз за заплату. В всякий случай, я хотел бы уточнить только один вопрос. Любой человек, это вас прежде всего человек, и он склонен ошибаться. Как ваша система хендлит ошибки в запросах? То есть, опечатки, некорректность, и как обрабатывается то, что пользователь вел в Францию через «ы»? Я понимаю, что вы хотите спросить. Я сразу оговорюсь, данные, которые поступают в нейронную сеть, они уже преобразованы. То есть, мы не подаем туда исходное слово. Оно пропускается через некий черный ящик, представляя его в виде каких-то уже, ну, немножко другой абстракции. Это набор векторов, которые могут, с которыми сеть работает. Собственно говоря, можно подключать какие-то дополнительные библиотеки, какие-то дополнительные куски кода, которые позволяют, например, корректировать слово. Это есть в каждом мобильнике, называется Т9. Ну, сейчас на не Т9, конечно, но раньше это было бы чем-то вроде Т9. То есть, это все достаточно структурно просто. На этапе ввода каждое слово анализируется на предмет ошибок, ищется похожее слово в словаре, корректируется. Это никакой не machine learning, это стандартный, в общем-то, алгоритм коррекции. И после этого уже готовые слова подаются на преобразователь, собственно, после этого на нейронную сеть. То есть, как я понимаю, сейчас вы не реализованы, но гипотетически можно ли? Даже не гипотетически, а скорее практически, потому что наработки в этой области тоже есть. — Скажите, вы сказали, что сверточная сеть проявила себя лучше, чем РНН, ЛСТМ. А вот и какие, ну, насколько лучше? — Ну, насколько лучше, если говорить по точности, они примерно сошлись. Но для того, чтобы обучить РНН или ЛСТМ, нам нужно формировать последовательности. Ну, конечно, да, они обучаются и так. Там тот же алгоритм, абсолютно все то же самое. Но в данном случае есть четкая зависимость на том, как пишется данное предложение раз, каким образом пользователь хочет получить данные два, в принципе, что он хочет три. Потому что если контекст будет неверен, то в данном случае мы уже говорим не просто об ошибке грамматической, которая исправится изначально, а об ошибке логической. Потому что можно написать, ну, может, кто не знает, как мастер йода, написать слова в абсолютно разбросанном порядке, и ЛСТМ-сеть с этим уже не справится. Точнее, хорошо обученный каскад этих ЛСТМ-юнитов справится, но просто рекуррентная сеть будет на этом невероятно глючит. А сверточная же сеть, она просто смотрит на какой-то контекст без того, не рассматривая как последовательность. Это вот вы можете провести ассоциацию с чтением, ну, вот, может, слышал кто-нибудь про такой эксперимент, когда в словах перемешали буквы и дали людям их прочитать. Большинство людей прочитало, потому что мы смотрим не столько на букву, сколько на слово в целом. Если бы мы рассматривали последовательность этих букв, то мы бы получили тарабарщину. Там, например, пять гласных, может, идти пять согласных. Если мы смотрим на слово в целом, то, ну, некий алгоритм в нашей голове, я уже не буду, я не биолог, к сожалению, с головным мозгом тоже не очень знаком, но я понимаю, что мы просто видим все эти символы в целом, и нам не столько важен порядок, сколько их контекст. И после этого мы можем определить однозначную реакцию на данное слово. Спасибо. Отличный доклад и очень интересные вопросы. Спасибо. Между прочим, сегодня в конце дня, в районе, может быть, 4.30-5 часов, я не знаю, в зависимости от того, как продвигаются наши доклады, где будет выступать мой приятель, бизнес-партнер Даменик Хеггер. Его тема будет связана с подготовкой данных, используя машин-лайн-логоритмы для подготовки данных, для использования других машин-лайн-логоритмов. Он написал сейчас недавно четвертую книгу, и он будет выступать вот на эту тему. Вон, Тексас, это будет где-то, у него будет 7-8 утра, у нас будет где-то 4-5 часов утра, буду на эту тему поговорить. Я сейчас хочу представить доктора Василия Ковалева, который руководитель отдела Biomedical Image Analysis в Институте информатики Белорусской национальной академии наук. У него большой экспириенс. Я имел честь очень послушать несколько его докладов на первой конференции, на второй конференции, сейчас на третий, значит, он, его область интересов включает Biomedical Image Analysis, методы и софтвер, Deep Learning, который используется не только в медицине, используется очень во многих областях, очень, так сказать, интересный метод, многообещающий и бурно развивающийся, Big Medical Image Data, и разрешите мне представить доктора Василия Ковалева. Окей, hello. Я был бы говорить в английском, но организатор меня спросил меня, чтобы превратить в русский, поэтому, в любом случае, я буду говорить в русском, но мои слайды все равно в английском. Да, зависит, но я извиняюсь, если это случилось, как, вы знаете, такая шутка про разговор в магазине, вы вам чиз послайсите или одним писом возьмете? Ну, вот примерно, потому что терминология многоанглоязычная, и, соответственно, вот такой пис и получится. Да ничего, я по-русски буду говорить. Значит, это второй, она до первой, извините. Да, там у меня два доклада, я их оба сделаю с тем, чтобы вот молодые люди, которые там в списочке есть, и не молодые тоже, занимались своей работой, и не отвлекались от дела. Они меня так попросили, я так и сделаю. Значит, речь пойдет о больших deep learning и больших медицинских данных. Значит, моя фамилия, соответственно, Ковалев, e-mail есть внизу. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите, будем отвечать и так далее. Значит, на сегодняшний день, как мне представляется, современные методы анализа изображений, это, по сути, стали большие данные медицинские, большие коллекции медицинских изображений, плюс глубинное обучение. Вот так это видится сегодня. Еще пару лет назад это было не так. И на наш взгляд, вот по нашему опыту и связям с коллегами здесь и за рубежом и так далее, получается, кто не в этой формуле, кто не в этом бизнесе, тот не в каком бизнесе. К сожалению, вот в этой достаточно узкой, может быть, но очень важной области, которая касается нашего здоровья. Кстати говоря, ссылаясь на предыдущий доклад, вот по вибрациям, да, не только инженеры не хотят и операторы брать на себя ответственность, но врачи тоже не очень хотят. И если у них есть что-то взамен, то они радостно это воспринимают. Так, я для начала, ну, скажу известную истину, что все типы данных растут очень быстро в современном мире, в том числе и медицинские данные не исключение. Эти слайды, возможно, кто-то видел в начале, я за это извиняюсь. По нашему собственному опыту, вот старые методы работали, когда количество изображений медицинских, не всех, не всяких, а медицинских, где-то доходит до десятков тысяч. Там можно еще их быстро искать по содержанию, там с ними что-то можно быстро делать. Когда количество изображений вот переходит за десятки тысяч, то это уже трудно. Почему, значит, это происходит, это когда? Почему это? Потому что мы переходим активно везде в мире на 3D-сканирование, то есть все виды компьютерной томографии, не только традиционная рентгеновская, потому что появляются новые типы изображений, например, гипербольшие изображения, микроскопные ткани человека, которые являются золотым стандартом на сегодняшний день в мире по диагностике всевозможных раков, мягких тканей и так далее. Потому что техники становятся не столь вредными, даже рентгеновские, поэтому позволительно очень часто сканировать людей, особенно такие, как ультразвук, как магнитно-резонансная томография, они не вредны для человека, поэтому можно часто сканировать. Раньше с этим были проблемы. Вот по этим причинам, и еще, конечно, по другим причинам, вот эти данные становятся большие. Но в отличие от изображений, которые активно используются в Computer Vision, и где просто потрясающие на сегодняшний день достигнутые успехи, это картинки выходного дня, картинки, изображения, снятые внутри помещений, indoor, outdoor, соответственно. Там их очень много, они везде доступны. У каждого у вас в кармане сейчас лежит девайс, который позволяет такие изображения снимать, и они достаточно приличного качества на сегодня и так далее. То есть их уже очень много. Но дело в том, что медицинские изображения, их тоже очень много. Но они не столь доступны всем и вся. Как правило, особенно, ну, зависит от страны. Наша страна в этом смысле чуть-чуть более либеральна, чуть-чуть более передовая, я бы сказал, в этом отношении. Вот эти ограничения по закону, там, и по правилам каждого госпиталя, или еще чего-то, они очень жесткие. Вы не можете получать все, что вы хотите. Вас просто пошлют, не станут с вами ничем делиться. Поэтому это проблема. Значит, вот я покажу, чем мы занимаемся, вот очень кратенько так, а потом перейдем, собственно, к глубинному обучению. Значит, вот есть примеры, так сказать, различных автоматических систем анализа изображений, характеризаций их, двумерных, трехмерных, томографических, нематомографических, всяких разных. Если вам будет интересно, я могу об этом сказать чуть-чуть более подробно. Ну вот еще кучка примеров. Это то, чем мы занимаемся. Я представляю не только здесь себя, я представляю целую группу исследователей, ну и кое-какие совместные работы с коллегами за рубежа здесь присутствуют. Я не буду об этом говорить. Вот. Ну, моя любимая тематика, это тематика головного мозга. Ну, к сожалению, вот я сейчас больше занимаюсь, мы больше занимаемся вопросами заболеваний легкого и онкологическими заболеваниями, диагностики таки. Так, ну вот одна из любимых тематик, это content-based image retrieval. Он зародился в недрах компьютер-вижена уже достаточно давно. Сейчас вот все больше и больше, более активно он переходит в медицинскую сферу, где, в принципе, да, мы готовы, вот, например, на сегодняшний день готовы расширить формат медицинских данных и за счет вот DICOM, это аббревиатура формата медицинских данных, которые мы можем как-то расширить дескрипторами, описывающими содержание изображения, с тем, чтобы можно было автоматически делать поиски изображений по содержанию. Так, поедем дальше. Вот пример, он есть на сайте у нас, я потом приведу пример, вы в онлайне можете это сами попробовать, посмотреть. Вот это очень нехороший вид рака под названием меланома. Это рак кожи, который, ну, или в быту, это родинки, какие-то родинки всю жизнь у нас есть, и ничего страшного, какие-то родинки появляющиеся, они ведут себя чрезвычайно агрессивно, и, как правило, вот прогноз неутешительный в этом случае. Значит, существует какой-то более-менее стандартный, стандартизованный Всемирной Организации Здравоохранения, метод диагностики, компьютерной диагностики таких заболеваний. Но мы вот предлагаем сейчас, предлагаем новый метод, который основан фактически на content-based image retrieval. То есть мы подаем изображение какого-то вот объекта, вот этой родинки, ищем в базе наиболее близкие, а поскольку в базе они уже аннотированы, и мы знаем, это хорошо или плохо, то если в ответе самых близких много тех, которые плохо, то с большой вероятностью то, что мы предъявили сейчас, это плохо тоже. Ну, примерно такая логика. Она, в общем, хорошо согласуется с известной, так сказать, тактикой диагностики, которые человек использует. То есть посмотрим, а что там было в истории, а у кого такое было, и чем она кончилась, и, так сказать, чем лечили, и как действовать. Вот таким вот образом. Значит, далее я по-быстренькому. Да, вот у нас есть текущий проект. Он посвящен информационным ресурсам по туберкулезу, который является, как ни странно, очень много людей в мире убивает за год. Я даже сам удивляюсь. Значит, он часто со СПИДом связан. В общем, это сложное некое дело. И на сегодняшний день мы вот занимаемся, и к нам присоединились уже четыре других страны с созданием информационных ресурсов по туберкулезу. Это изображения рентгеновские, это изображения компьютерно-томографические, это полный геном бактерии самой, это некие веб-сервисы вычислительные. Все это финансируется Национальным институтом здоровья США. И мы сейчас вот там migration to Amazon. Это уже устарело. Мы уже фактически под Амазоном. То есть тут было очень популярно говорить об облаках. Мы тоже в облаках летаем. И наше облако – это Амазон. Ну, вы, наверное, знаете, архитектуры там какие. Конечно, самая большая проблема не просто взять виртуальную машину и туда все разместить. А самая большая проблема с нашими большими-большими данными. Это там S3 или S7 называется, хранилище какое-то, там свои заморочки программные и так далее и тому подобное. А в противном случае вы просто имеете компьютер, с которым связаны по интернету, вот и все. Значит, что тут еще сказать? Здесь у нас, да, философия всего этого дела такая, что данные должны быть доступны всем. И, значит, ну, соответственно, базы данных, которые туда помещены, они доступны. Некоторые люди, вот, например, вчера из Индии так радостно узнали, что оттуда можно скачать 9 тысяч компьютерно-томографических изображений пациентов. Они очень были этому рады и начали сильно скачивать. Ну, это, так сказать, да. Причем пишут, что они хотят коммерциализировать это. Естественно, лицензии это не позволяется. Это некоммерциализируемая вещь должна быть. То есть, то, что мы положили туда, вы не должны из этого извлечь деньги потом. Вы извлечь, это можно извлечь по-другому, но вот так нельзя. Так, ну, вот, вот есть абсолютно неформальный такой у нас сервис вычислительный, который крутится на самом обыкновенном PC, который стоит тут в здании недалеко. Вот его внизу адресок есть. И это непростой такой веб-сайт, который, так сказать, текст выбрасывать или еще что-то делать. Это какой-то вход в вычислительную систему, куда вы можете свои изображения размещать и использовать те, которые у нас есть и так далее. Ну, вот, например, я раскрою вот этот. Это вот Content-Based Image Retrieval для полтора миллиона вот таких вот... Так, я боюсь перелистать. Для вот таких вот слоев пациентов, которые в массе своей в основном больные, нездоровые. Так что можете, так сказать, хоть сейчас, если у вас есть Wi-Fi или прямая связь с телефоном, вы можете туда зайти и посмотреть, что там и как происходит. Вот, и задать, может быть, осмысленные вопросы. Ну, вот теперь мы уже пришли к тому, что к тем задачам, которые мы решаем сейчас, и как, самое главное, мы их решаем. Мы их решаем сейчас. Значит, извините, я забыл, наверное, оговориться. Вот тут говорили о фреймворках глубинного обучения. У нас был доклад, вообще-то, в прошлой конференции была статья, которая сравнивала пять фреймворков. Это Тиана, Тензорфло, ну и другие. И другие кафе. Ну, это мы ее выложили в ResearchGate. Это на сегодняшний день самая скачиваемая статья из Республики Беларусь. А ваш покорный слуга самый цитируемый человек из Республики Беларусь. Нам стыдно вообще немножко за эту статью. Это просто тупо сравнение каких-то софтов. Но так получилось, что скачивают ее просто жуткими темпами. На первом месте США, если по странам, на втором Китай, на третьем Индия. И это говорит о многом, кто будет завтра. Кто будет завтра в этом бизнесе? Я думаю, это хорошее основание для размышления. Так, значит, мы переходим к таким очень неприятным вещам. Вот слева вверху это реальные опухоли, которые были изъяты у людей. Это один из женских видов онкологических заболеваний. Тоже такой один из самых агрессивных. Внизу вы видите вот эти цветные, вы видите это полнослайдовые, полностью зацифрованные с помощью оборудования фирмы Лейка, зацифрованные полностью образцы тканей, то есть кусочки опухоли, подготовленные определенным способом, которые просканированы. И на выходе это изображение порядка 100 тысяч на 100 тысяч пикселев, где-то порядка 10 гигапикселей каждое. То есть это огромное изображение, по которым уже можно потом ходить, как по реальным, то есть это электронный микроскоп своего рода, в кавычках, естественно. То есть вы можете как по гугл-карте по нему ходить, увеличивать, уменьшать, смотреть и так далее. То есть он дает гораздо больше возможностей, чем предыдущие все методы подобного урода, когда просто изображение снималось, просто щелкалось и все. Или человек, патолог, смотрел в микроскоп и потом писал приговор. А это фактически приговор. Родственники обычно стоят где-то там недалеко и ждут. В общем, все в нехорошем состоянии находясь. Значит, на сегодняшний день вот такие изображения все больше и больше становятся популярны. И уже прошло два-три международных соревнования по поводу анализа, компьютерного анализа этих изображений. Как понятно, такие громадные изображения с такими меленькими объектами, как клетки, их невозможно уже смотреть глазами. То есть они, с одной стороны, они дают массу информации о том, что там происходит, и что там есть, и чего там нет. С другой стороны, человек просто не в силах это осилить. И получается, что здесь очень жесткая ситуация с диагностикой и проблемы, которые мы должны решать. Вот первое Chameleon 2016 это Competition Challenge, в котором мы участвовали. Это международное соревнование, по сути. Входные данные выглядят примерно вот как приведено. Очень простой случай вот здесь приведен. Значит, вот эта часть, это метастазы, а вот эта часть еще не пораженная. И надо автоматически находить это. Ну, тут простой достаточно пример. Но вот здесь уже посложнее я скомпилировал. Значит, вот это вот нормальные участки, а вот это вот ненормальные участки. Ну, и сами понимаете, что различать их не так-то уже просто. Вот. Значит, ну и второе соревнование, в котором мы принимали участие, называется вот так по-русски очень здорово, Тупак 2016. Это я скажу чуть-чуть дальше. Значит, вот по поводу первого соревнования данные выглядят вот так. Значит, есть картиночка, откуда это берутся. Это из лимфатических узлов пробу взяты, то есть это образцы ткани взяты. И это самое первое, что рак груди поражает. Рак груди, к сожалению, такое тоже заболевание, которое, к сожалению, во всем мире растет примерно с темпом в 1% в год. И многие страны и правительства этим озадачены, включая наши белорусские. У нас два года назад начался скрининг, который в том числе наш институт поставляет решения по телемедицинской системе. И, в общем, это и есть проблема везде и всюду. Так, далее пойдем. Ну, вот тут слева пирамида нарисована. Это вот изображение, представленное в специальном формате, оно такое иерархическое. И это примерно, вы все можете легко себе представить, если вы гуглом пользуетесь картами, там, и видами со спутника, то это то же самое. То есть вы можете подняться, передвинуться, опуститься. Это вот ровненько то самое. Но есть специальный формат, который позволяет это делать очень быстро и который даже работает в веб. То есть вы можете, в принципе, через интернет прямо вот это смотреть. Вот тут и телемедицина совсем рядом. Вы можете смотреть вот эти вот карты, эти данные, эти снимки тканей, которые расположены где-нибудь там в совсем другой части мира, как будто они находятся у себя. Ну, это уже не чудо сегодня. Пойдем дальше. Значит, какое тут решение? Решение тут, в принципе, было принято лобовое. То есть мы подготовили 300 тысяч изображений, то есть каких-то таких тайликов, кусочков. Вот, обычно они так и представляются, вот эти большие карты. Да и в гугле они так представляются. Вот, 300 тысяч. 150 тысяч контрольные, то есть где норма, и 150 тысяч пораженные опухолью. Потом натренировали сеть. Ну, это, конечно, легко сказать, натренировали. На самом деле, и тут попутно следует заметить, что тут такая крутая эмпирика, голая эмпирика в этом деле до сегодняшнего дня. Я не знаю, как там с текстами, может, там и легче, но вот в изображениях не знаешь, что получится, если сделать вот такой параметр или вот такой. Никакой как бы теории нет. Вот в Фейсбуке последние, если вы посмотрите дискуссии по поводу дип-лернинг и изображений, медицинских в том числе, это называется black box. Проблема black box. Вы не понимаете, что там происходит. Если врач пишет, что вот это так-то, так-то, и поэтому это вот такой диагноз, то нейросеть вам этого не скажет. Она вам просто скажет, налево или направо, с такой-то вероятностью, хороший или плохой. И почему она не ответит на сегодняшний день, в общем-то, на этот вопрос? Это очень плохо. А с другой стороны, говорят, а зачем знать почему? Нам надо по-быстрому, очень квалифицированно, сделать налево или направо, хорошо или плохо. И вот слово очень квалифицированно, я хотел бы подчеркнуть. Дело в том, что в очень многих приложениях диагностических, медицинских, на основе медицинских изображений на сегодняшний день результаты топовые, полученные на основе глубинного обучения и сверточных сетей, превосходят результаты квалифицированных врачей. Я уже не говорю о том, что, скажем, радиологи, которые рентгенологические, томографические изображения анализируют, на сегодняшний день одни из самых оплачиваемых врачей, например, в США. И идет дискуссия очень серьезная на тему, а не выгоднее ли нас с работы завтра. И за этим есть очень серьезные основания. Я, может, скажу чуть позже об этом. Так, поехали дальше. Значит, справа мы получаем вот эти самые карты, где показаны опухолевые части и неопухолевые. На сайте у нас можете потом посмотреть. Вот вторая задача из этого класса. Значит, при диагностике по международному протоколу нужно не только сказать, что где и как и сколько, нужно еще сказать, насколько агрессивна опухоль у этого человека. Одна и та же опухоль может быть вести себя по-разному у разных людей, потому что мы все разные генетически, мы достаточно разные. И чтобы выбрать правильное лечение, надо определить, насколько агрессивно эта опухоль себя ведет. Значит, есть как минимум два разных метода. Один генетический, один метод такой механистический, что ли, на сегодня. И заключается этот метод в том, что вот это громаднейшее изображение, которое вот у этой приятной девушки из Утрихта, из Голландии, изображено на экране, она должна по определенному протоколу находить вот такие клетки. О, они сейчас выделятся. Да, вот такие клетки. Их там миллионы, а надо находить несколько вот таких. Если их там на 2 квадратных миллиметра, там до 6 штук, это хорошо. После 6 штук это так себе, а после 12 это совсем плохо. И вот представьте, что у человека стоит задача вот это все найти и посчитать. То есть это, я не знаю, как они это делают, но мы пытались сами своими глазами искать, но у нас ничего не получалось вообще никогда. То есть их очень трудно найти. Здесь, конечно, самый лучший пример. Они рядом, 3 штуки, и все тут хорошо. Их можно опознать. Это клетки в состоянии метоза. В чем проблема? Рак отличается от нормальной ткани тем, что очень быстро растет. В этом его основная и проблема. Значит, как он быстро растет? Он быстро растет путем деления клеток. Этот процесс называется метозом. Майтузис. То есть клетки делятся на 2, каждая следующая на 2, и пошло-поехало. Так вот, если в зафиксированном образце ткани их много в состоянии метоза, соответственно, эта опухоль очень агрессивна. Если мало, ну так, на качественном уровне. Если мало, значит она не агрессивна. То есть она будет расти медленно очень. Кстати, некоторые опухоли, по мужской части особенно, в общем, они очень медленные. И человек просто с ним ничего не делает даже. Потому что он, скорее всего, умрет раньше, чем его достанет эта болезнь. По другим причинам. Ну, просто от старости, что называется. Поэтому не всегда это так фатально. Так вот, такие вещи надо находить. Задача чрезвычайно сложная, вообще говоря. Ну, люди разные ее делают, решают, пытаются в этом соревновании по-разному. Вот я вам тут привел, какие мы. Какие мы молодцы. Но не в том, ну, мы не очень молодцы. Вот там седьмое место у нас, а справа четвертое у нас место. Беларусь. Вот, Беларусь National Academy of Sciences. Это мы. Но, так сказать, надо понимать, что эта работа на энтузиазме, она не оплачивается, она большая, мы ее начали бурно делать, потом забросили, а потом, когда дедлайн подошел, взяли текущие результаты, да и послали. Ну, вот у нас коллега, с которым мы давно сотрудничаем, из Хайдельберга, из университета. Вот, он примерно шел тем же самым путем, но мы даже не знали. А потом мы поехали вот в начале года в Германию, и все это узнали, наконец. Ну, не суть. Значит, дальше. Опять себя, значит, я похвалю не столько себя, сколько людей, с которыми я работаю, которых я здесь сейчас представляю. Значит, было еще одно соревнование, челлендж один, который был организован фирмой IBM в Соединенных Штатах, где они, как мы понимаем, хотели очень сильно, так сказать, продвинуть, продвинуть свое новое, так сказать, hardware, в первую очередь, ну, и какое-то софтвер. И было несколько номинаций, мы участвовали вот за этим Андреем Юркевичем, вот все мы там. То есть, нас тут не перечислено, но мы там есть. Это, значит, во всех номинациях были победители. Мы работали в этой номинации, и суть была очень техническая. То есть, надо было TensorFlow заставить очень высокоэффективно и параллельно работать на этом новом IBM-овском компьютере. Вот была, собственно говоря, в чем наша задача. Значит, я честно осознаю, что я, как говорится, сам не стрелял, я подносил патроны только в этом челлендже. Ну, вот, тем не менее, мы сработали хорошо, и за подноску патронов я получил Apple Watch последней модели в подарок от IBM. За что им спасибо. Так, пойдем дальше. Ну, тут более такая уже конкретная работа, что ли, которую мы недавно закончили. Как минимум, часть ее мы закончили. Значит, мы счастливы тем, что мы владеем огромным количеством вот таких изображений. Это самая крупная в мире на сегодняшний день база изображений вот такого типа. То есть, это результируется, хотел сказать. Получается, она в результате скрининга, вот, и некоторые из вас тут есть, наверное. Но это полностью, так сказать, по всем законам, тут анонимизировано все, и никто никого не знает и не узнает никогда. Значит, вот таких у нас очень много, и вообще говоря, это хорошая тестовая задача. Задачи две. На классификацию, скажем, по возрасту или по полу, и, скажем, по предсказанию возраста. Вот это в данном случае задача предсказания возраста. Вот эти группы, которые здесь приведены, это самые различающиеся группы. Значит, первое, это мужчины 21 год, второе, это женщины 70 лет. Вот это самые различающиеся. Все другие уже как-то более похожи. И мы используем эту базу для проведения каких-то бенчмарков своих и так далее. Вот, может, это вы видели, я когда-то показывал. Ну, это некая работа по имидж майнингу, которая была сделана на 100 тысяч, на 100 тысячах людей, изображений, точнее, 100 тысяч людей, вот такого вот типа. Ну, это было раньше. А сейчас мы вот решаем вот эту задачу для сравнения, фактически, обычных методов, которыми мы пользовались еще год-два назад, и вот тех, которыми мы пользуемся прямо сегодня. То есть, основанных на глубинном обучении. Вот так выглядят эти изображения. Ну, и результаты, в общем, если кратко говорить, то результаты гораздо лучше у методов глубинного обучения. Я не останавливаюсь здесь, потому что я обязан представить еще одну презентацию, которая здесь, об этом скажет чуть подробнее. Значит, то же самое мы рассматривали классы. Классы молодых, от 21 до 30, классы среднего возраста, людей 41 до 50, и классы сеньор, как принято говорить, не по-русски, то есть, ну, людей в возрасте, от 61 до 70. Вот такие три класса, задача решить классическую классификацию. Вот этот человек, к какому классу он относится. Кстати говоря, самый лучший врач у нас тоже был нанят за деньги, он делал эту работу, и вы знаете, результаты там не такие уже хорошие, как мы ожидаем. Ну, это немножко отдельный разговор. Значит, вот это мы будем представлять на конгрессе международном в Барселоне в июне. Это совсем новый результат. Вот. Ну, и вы видите, вот справа, кто работает в Pattern Recognition и во всех этих Machine Learning, это ROC Curves, так называемые и Area Under Curve, которые гораздо лучше, кстати говоря, чем Accuracy, характеризуют результаты. Вот молодой человек до меня тут говорил везде об Accuracy. Так, Accuracy получается в результате введения установки какого-то порога на вероятность. 0 и 1. Допустим, 0,5. Тогда эти влево, а эти, у кого больше вправо. Но это очень такая точечная мера. Area Under Curve это настоящая хорошая мера. И я бы ожидал ее, кстати, там и увидеть. Вот. У нас это так. И не только у нас, это во всем приличном мире, на всех, так сказать, больших форумах так представлены результаты. Ну, вы видите, что вверху обычные такие, обычные методы, назовем их так. Ну, то есть, фичи экстракшн, выделение признаков и потом какой-нибудь классификатор типа SVM, Random Forest или еще чего-нибудь в этом роде. А внизу это сверточные сети. И здесь сравнивается средние, люди среднего возраста с людьми пожилого возраста. Ну, и так, из общих соображений, может вам это интересно и может это нет. Это, это работа и многие другие и биологические показывают, что процесс естественного старения с возрастом замедляется. То есть, если от 25, скажем, до 35, у вас будут гораздо более сильные изменения, чем у людей, скажем, от 45 до 55. Особенно, это касается мужчин, ну, по определенной биологии. Так что, вот, люди старшего поколения должны быть рады, что мы стареем все-таки медленнее, чем люди молодые. Но, это отдельный такой разговор. Вообще, тема очень интересная, естественного старения. Значит, еще один пример. Есть вот задача, которая является кардинальной, как это признается в современном мире, это задача номер один. Вот, на сегодняшний день закончился челлендж, компетишн, который проводит, ну, официально, можно сказать, даже и правительство Соединенных Штатов, и фонды различные, с призовым фондом один миллион долларов за первое место, наличными полмиллиона, ну, и там до десяти мест тоже самое мелкое двадцать пять тысяч долларов. Это очень серьезный челлендж, и его задачей фактически является сделать программное обеспечение, он двухэтапный, то есть, вначале победители выбираются, а потом они дорабатывают это все. сделать диагностику вот этого вот заболевания, ну, лучше, чем это делают люди. Задача такая, и это очень реалистично сегодня выглядит. Значит, заболевание, это рак легкого, который является убийцей номер один в мире на сегодня среди онкологических заболеваний, онкологически является убийцей номер один среди всех остальных заболеваний. То есть, это очень серьезная вещь. Вот, и, естественно, задача очень трудная, вот там примерчики приведены, бинайн, малигна, то есть, доброкачественные, злокачественные, они мало чем отличаются, и один из нашей команды так втихаря принимал там участие, попал где-то в 5% лучших решений, но не в лучшие места, к сожалению. Ну, опять же, это такая работа неоплачиваемая, очень такая интенсивная, поэтому по мере сил мы принимаем участие в ней. Если будет вопрос, вот я там пометил, доктор Снежко ждет вас в нашем институте в любое время. Ну, и тут вверху немножко статистики, то есть, организаторы положили примерно 2 тысячи изображений, полторы тысячи в тренинг сет пошло, и 500 пошло в тест, валидейшн, точнее, сет, не тест, а валидейшн, не совсем одно и то же. Вот, ну, вот так это выглядит, вот такие вот результаты получены, и это все делается на сверточных сетях. Значит, что мы используем, к слову сказать, людей много технических, вот молодежь интересуется иногда. Это обычный такой навороченный PC, просто-напросто, 64 гига оперативной памяти, две видеокарты, типа, NVIDIA, TITAN X, по 12 гигабайт, каждая на борту видеопамяти. Ну, вот такая примерно конфигурация. Как правило, мы используем программные такие компоненты, фреймворки, кафе, TensorFlow, Keras. Вот где-то в этом треугольнике примерно все и блуждают у нас. Что, в общем-то, и неудивительно. Кафе поддерживается без денег. Они все, кстати, свободно распространяемы, кстати говоря. Вот, а вот потом из них делают деньги уже кто-то. Ну, ладно, это технические вещи. Еще одна проблема. Есть такая задача, как задача оптимизации. о сегментации изображений. То есть, как человек, ну, как human being, я вижу, что легкое вот оно, но это совсем не очевидно для программы, и надо ее выделить. Существует такая специальная разновидность сетей, хотя можно и обычными сетями это делать, которые позволяют вот автоматически выделять легкое. Это мы, вот эта работа была сделана, где-то там опубликована. Это было сделано на рентгене, вот в 2D, вот на 3D. Она тоже была сделана, дайскор, вот там приведена, которая говорит, что в принципе сегментация легкого, ну, по крайней мере, без очень жестких изменений, она нормальная. Еще одна работа, которая, вот я не популяризирую здесь, из-за копирайтов, мы работаем еще и с большим госпиталем в Париже, Селпи-Триер называется, находится в центре Парижа, недалеко от Италии Сквер, и задача заключается в том, что есть такие заболевания, когда мышцы, мышцы ребенка начинают, как это сказать, дегенерировать, да, то есть, они перестают быть мышцами. И где-то к подростковому возрасту, этим страдают только мальчики, и к подростковому возрасту этот мальчик умирает, к сожалению. Вот такая есть хвороба, болезнь Дюшена называется, еще кое-какие близкие. Поэтому там есть центральная задача, это сегментация мышц, с тем, чтобы как-то скорые какие-то вывести по сегментации. Ну, вот результаты, как ни странно, получились очень даже хорошие. Но об этом будет, наверное, где-то написано отдельно, в каком-нибудь журнале хорошем. Это первые, первые вот такие свеженькие результаты, я вам показываю, которые, ну, видели только, вот профессионалы в этой области, там на специальной, в Праге был недавно митинг, на эту тему и так далее. Значит, вот еще одна работа, которую мы, ну, не очень, честно сказать, активно ведем. Это мы сотрудничаем с медицинским университетом в Нью-Йорке. И задача состоит в том, чтобы, две задачи, академическая чисто задача, определить, чем дети, этим страдают дети, чем дети с синдромом, attention deficit, мозг, точнее, детей с этим синдромом, отличается от мозга детей, вот, обычных, что ли. Это академическая такая постановка, то есть понять биологическую суть. А вторая, чисто такая диагностическая постановка, это классификация вот этих вот, это изображение мозга из магнитно-резонансной томографии, вот, с помощью современных подходов. Ну, тут еще я бы не хотел подробно говорить, вот, все-таки наши коллеги не обязаны, так сказать, ждать, пока мы тут все расскажем кому-то. Вот еще одна задача, которая тоже решается с верточными сетями, это автоматическое обнаружение новообразований в легких. Когда об этом узнаешь, ты удивляешься, как много всего, оказывается, у человека может быть нехорошего в легких. От нодул, таких маленьких шариков, которые могут переродиться в рак, и это входит в обязательный протокол, вообще говоря, для радиолога, описывать их и говорить, где они, писать это, и это во всем мире, а их может быть сотни, и каждый надо найти и записать в этот протокол. Ну, понятно, что некоторые фирмы, исследовательские центры уже имеют неплохое программное обеспечение, ну, и мы свое поставили в Боровляны уже, программное обеспечение такого рода. Но это для маленьких, а их там дальше много-много всяких. Но это, это мы фактически, задача очень просто звучит. Если есть томографическое изображение легкого, то надо найти в нем то, что не должно там быть. Оно сразу как бы в глаза бросается. Вот это что-то такое, что вообще-то говоря у людей не бывает. Значит, вот эти, теперь пару слов о данном, это уже почти конец. Пару слов о данных. У нас довольно много медицинских данных, как вы уже поняли, и фактически победителем при современных технологиях, нейросетевых, становится тот, у кого данных больше. Как это ни странно. Потому что можно сделать, натренировать сеть на большем количестве данных, и она будет лучше работать. И если это holiday pictures, computer vision, их можно нагрести, на амазоне 100 миллионов штук в базе данных. Пожалуйста, грузите, она свободно доступна. Если там так, то вот в медицинской области это совсем не так. Это совсем по-другому, к сожалению. Так, значит, таким образом мы делаем вывод, что deep learning подходы значительно опережают существующие методы традиционные. Но проблема в том, что на big data, и не просто big data, как уже тут говорили, а big annotated data. Это не просто вот вывалили данные, смотрите, их много, а ну-ка мне научите сеть. Так как же научишь, если они не аннотированы? Вот. Ну и самая приятная часть моего сообщения это благодарности за деньги. Значит, мы очень рады благодарить Национальную Академию Наук Беларуси за то, что она нам что-то дает на эту тему. Мы рады отблагодарить Национальный Институт Здоровья США, которые дают нам деньги. И мы благодарны попутно нашей фирме Альторос Девелопмент в Минском офисе, который вот участвовал в том, нас ввел к победе в компетишене на IBM. Все. Значит, ну, я, наверное, вам надоел, но я обязан сделать второе сообщение. Я могу ответить на вопросы сейчас. Да, пожалуйста. Я использую сверточных сетей для поиска новообразования верхних. Мне интересна техническая деталь. Вы используете скользящее окно, чтобы анализировать каждую из объектов, или как вы сканируете объект в общем? Скользящее окно это одна из таких распространенных техник, но это не единственное. Сейчас используются, ребята пробуют другие, которые, вот эта задача, она в чем заключается? Если изображение тысяча, то их тысяча, а если начинаешь скользить окном, то там на 3-4 порядка сразу все увеличивается, да, и это не есть гуд. Еще не очень понятно, как их сшивать потом, эти результаты, по каждому этому тайлику, если скользимые. Но мы комбинируем, короче, методы, ответ простой. Большей частью скользящее окно используется, когда надо что-то локализовать, не просто все изображение бросить влево или вправо, а вот когда именно локализовать что-то. Но есть и какие-то специальные другие методы. Этим занимается Александр Калиновский, вот, и вы можете к нему обратиться и плодотворно с ним поговорить на эту тему. Я немножко не об этом спрашивал, но, опять же, спасибо, вы некоторые вопросы прояснили. Я имею в виду, вот стоит задача найти на большом изображении, одном большом изображении, какой-то объект. Да. Как вы решаете проблему, что этот объект может быть, например, меньше, чем изначальные настройки сети, либо наоборот, больше, чем любой из сканирующих окон? Я вот к этому и говорю, что используете ли вы одну сеть для другого изображения, либо у вас идет обработка каких-то кусочек? Ну, смотрите, если если это плюс-минус лапать, да, вот такое или вот такое, там на 50% больше, то оно окном решается. Тут нет проблем. Если это как нудулы, которые могут быть там 3 миллиметра и могут быть, я не знаю, 15 сантиметров, то это так не решается. Конечно, это отдельными такими пайплайнами. Хорошо, спасибо большое. Мне просто кажется, что вы спутали как бы задачу детекции именно объекта и сегментации, и в вашем случае речь идет именно о сегментации легких. Ну, это две, я бы сказал, неразрывные задачи. Одно, ну, если загудеть, да, пикнуть, что он там есть, это одно, но это редко бывает. Обычно говорят, вы не только скажите, что это есть, еще и покажите, где оно. Но его можно показывать, опять же, обвести, это сегментировать, значит, а в 3D это еще сложнее все. А может быть, просто поставить центр тяжести, да, ткнуть точку в него, и это будет тоже для многих случаев удовлетворительно. Ну, то есть, я хотел сказать, что эти две задачи, они очень близкие друг к другу и связаны очень тесно. Детектирование и сегментация. Иногда нужно просто детектирование, иногда нужно и то, и другое. Ну, конечно. Не все так вот, видите, я все это выпалил, да, вот так вот, тут по быструхе, как будто это все вот так просто взял, засунул в сеть и получил радостный такой, победил всех заодно еще. Так не бывает. Там миллион деталей, понимаете. Это по каждой из этих вот слайдов можно отдельную презентацию делать со всеми деталями, но у нас немножко сейчас другой формат. Ну, и потом я, понимаете, я руководитель этих работ, я могу вам на многие вопросы просто не ответить, потому что они чисто технические, зарыты где-то там очень глубоко, а я этого не знаю. Пожалуйста. Приходите к нам в гости, вот тут вот, Сурганова 6, пожалуйста, лаборатория анализа биомедицинских изображений. Пишите, звоните, e-mail там есть. Пожалуйста. Вот вы вначале показали, что у вас есть сайт, и там есть наборы данных, и можно, я так понимаю, если мои данные совпадают с вашими, я могу запустить их туда, прогнать, и они мне какой-то дадут респонд. И, допустим, у меня есть схожие тематики мой какой-то проект, и могу ли я, как вы знаете, сотрудничать, и мы туда давайте. В частности, потому что вы рассказали о вашем железе, как впечатлило. Впечатлило железо? Ну, это стоит где-то там пять тысяч, если наличкой платить. Это не такое уже дорогое железо. В общем, я думаю, вы можете подойти к нам, и все, и это будет гораздо интереснее, все и понятнее. Понимаете, у нас много студентов, они имеют удаленный доступ к этим вычислительным ресурсам. Фактически, у нас три таких компьютера. Ну, какие-то мы не позволяем ходить, а какой-то позволяем. И вы можете тоже там поучаствовать, и, так сказать, разместить свои данные, и удаленные, гонять чего там на диджиты, допустим. Очень просто, не надо ничего кодить, по сути, вы просто запихиваете по директориям два класса или там чего-нибудь, и все. Ну, это от NVIDIA, Digis. Еще один уточняющий вопрос. Вы, мы говорили про работу с медицинскими данными, ну, как обучающие данные для каких-то ваших машинно-магогов. А есть ли какие-то открытые источники? Может быть, у вас, или вы откуда-то переведите, или у вас все закрыто? Именно вот, например, баз данных для классификации, чтобы обучить классификацию? Да, да, есть и те, и другие, и третьи. Значит, есть абсолютно закрытые, я даже сегодня о них не говорил. Это данные о живых клетках, которые, очень серьезных биологических экспериментах, которые проводятся в немецком центре исследования рака в Хайдельберге. Мы этим тоже, так сказать, занимаемся, но там закопирайте на все, и я их даже и картинки не показывал, как вы заметили, таких данных. Клетки не бегали по экрану, по крайней мере. Это один класс. Второй класс, который, ну, условно так, можно передать. Например, мы сами компетишн, так сказать, учредили совместно с коллегами из Швейцарии, он вот только что на днях закончился, на этой неделе, по-моему, закончился, и там мы выложили вообще очень солидное количество компьютерно-томографических изображений, и поставили там две задачи. Ну, какие-то люди их решают, так сказать, мы потом подводим итоги и так далее, публикуем результаты. Это вот есть, которые, ну, вы можете для ресерча их брать сколько хотите, и там вообще-то их много, там, ну, не терабайт, ну, такое приличное количество. Кстати, я им в начале нашего сотрудничества терабайт и выдал как раз, этот терабайт не закрытый, и когда я говорил об индусах, это тот самый терабайт вот этих изображений, но они там не аннотированы, вот, их польза условная. Ну, а есть те, которые мы подписали соответствующие бумаги, которые не могут покинуть нашего здания, то есть есть и такие, ну, как всегда, но я должен сказать, что в мире сейчас появилась наконец-то хорошая тенденция все-таки как-то открывать данные, потому что не имея, так сказать, доступа к большим данным медицинским, мы не решим эту проблему, а проблема это здоровье каждого, она может коснуться любого из присутствующих здесь в зале. Очень интересно, спасибо. Пожалуйста, вопрос. Насчет клиента, вы говорите, уже строите вот эти кассы, да. А можно посмотреть на вот эти примеры, что за кассы вы в итоге построили для анализа какие-то клетки раковые, какие-то клетки раковые, нервные, то есть не на уровне ткани, а уже на уровне клеток. Ну это просто никак не связанные задачи, чисто технические. Если вы работаете с клетками, то вы используете одни изображения, которые ну никак не связаны с макроизображениями, скажем, той же компьютерной томографии. Есть такой подход, я не знаю, может я не в попад отвечаю, но есть такой подход, как multi, как это сказать, multi-modality, когда вы говорите, вот так это выглядит на томографии, вот так это выглядит под микроскопом, а вот так еще что-то, другое. И эти вот кортежи поступают одновременно. Ну это самое могучее, но добыть таких данных, собрать такие данные, потому что у одного пациента есть это, а нет того, у другого есть того, а нет этого, и пошло-поехало. Из исходной там тысячи пациентов в итоге 100 штук получается, а на 100 штуках вы никуда не уедете в глубинном обучении вообще. Вот, то есть вот так как-то это выглядит. Здравствуйте. Хотел уточнить, вы же специалисты этой области исследований, только по отношению к человеку такие исследования идут, или может быть их животноводство где-то в этом направлении? Конечно, конечно, везде, понимаете, кто не успел, тот опоздал. Вот, я, например, гуглил недавно по поводу влияния архитектуры, никто не говорит, кстати говоря, архитектуры сети, они же могут быть самые разные, о выборе правильной в кавычках архитектуры сети. Я это загуглил ровненько на все мои слова подходящая статья. В этой статье люди рассматривают глубинное обучение для обнаружения на асфальте всяких трещин, пятен и так далее. То есть есть техническая проблема. Едет машина, снимает дорогу и попутно распознает это туда, это туда, это туда. Ну, там классов немного, там десяток классов. Она решает задачу классификации. Это даже не биология, это просто дорожное покрытие. Понимаете? И такого много. Кстати говоря, вот других, более близких, я не нашел такую статью, но может там есть хорошая статья на эту тему в Оксфорде сделана. А так вот люди из совсем другой области почему-то вот взяли и порешали эту проблему, которая как раз интересна тем, кто именно этим и занимается. шире и сканировали? Ну, конечно, камера стоит совсем немного. Так, наверное, все? Давайте я побыстрее тогда ускорю. Как я по времени? Перебрал. Значит, не доберем в следующий раз. Давайте второй, пожалуйста. Значит, это речь идет о той задаче, которую я упоминал, но она чуть более подробна. Значит, предполагалось, что Виталий Левчук, вот я его подчеркнул, будет делать этот доклад, но он сказал, что он срочно хочет поработать с диплёрнингом, поэтому сюда не пришел, а я вот вам доложу. Значит, в чем заключалась вот в чем заключалась задача в этом исследовании? Она заключалась в том, чтобы проверить, как конвуляционные сети работают с рентгеновскими изображениями и как и как они соотносятся с методами, которые были еще вчера, очень популярными. Вот такие две цели было. опять вот эти изображения, я говорил, это бенчмарк, это не потому, что они такие уже сверх для нас ценные, но это просто хороший, очень хороший бенчмарк. Вот они как выглядят, вы уже видели их на предыдущем слайде. Значит, в чем заключается задача? Ну, задача, вот как, опять же, заключается в том, чтобы найти сколько кому лет, условно скажем. Имея, значит, два миллиона этих изображений, мы выбрали, мы выбрали десять тысяч из них, но десять тысяч очень-очень хорошо отобранных, потому что есть очень всякие хитрости, может я об этом скажу, а может не успею, но, ну, вот стадий групп, так называемая, в биомедицинских науках, она должна быть очень правильно и хорошо задизайнена, чтобы там всего было поровну. Иначе возникают большие-большие вопросы, а у начинающих исследователей, которых вот тут довольно много, по возрасту как минимум, возникают очень-очень неправильные выводы из своих результатов. Ну, так вот, значит, на каждый, мы рассматривали пятьдесят лет жизни, от двадцати одного до семидесяти, на каждый год жизни мы имели сто мужчин и сто женщин, и так далее. То есть, в итоге получается пятьдесят на двести, получается десять тысяч, десять тысяч всего. Вот такая полностью, полностью сбалансированная выборка, на которой мы работали. Ну, и задача заключалась в том, чтобы вот, вот есть у вас входное изображение вот такое, надо предсказать, сколько этому человеку лет. Вот. Значит, задача решалась, ну, как водится, для вас это не сюрприз, кто работает в сетях, это либо regression mode, да, мы используем режим регрессии или режим классификации. В обоих режимах мы это использовали. Естественно, что в режиме регрессии вы получаете какой-нибудь вот такой ответ, какой-нибудь не целый, а в режиме классификации мы классифицируем все изображения на пятьдесят классов. Класс номер один двадцать один год, класс номер два двадцать два года и так далее. Вот. Вот таким вот образом был, проводился эксперимент. Я хочу напомнить, может быть, кто-то не знает, а кто-то забыл в этом контексте, что в сверточной сети на выходе мы имеем вектор признаков. Вот он, красненьким, я его пометил. Этот вектор признаков в незамысловатом случае подается дальше на полносвязную нейронную сеть, которая и является классификатором, да, которая там эквивалентна тому-то, другому-то, третьему в теории и так далее. Значит, но мы можем использовать этот вектор признаков, вытащить его из сети, ну, надо немножко там поколдовать с питоном и со всякими другими вещами, которые я не умею делать, но люди, которые у нас работают, умеют. И тогда используйте этот вектор признаков и как независимо, ну, независимо использовать другие классификаторы, если вам не нравится полносвязанная нейронная сеть. Вот таким вот образом. Таким образом мы рассматривали 12 алгоритмов. Один алгоритм вот с внутренней, с полносвязанной сетью, вот тут аббревиатура его приведена, и еще пять алгоритмов других. Это Canears Neighbors, Random Forest, простая линейная модель, SVM и Бернерная регрессия. Вот, ну, поскольку каждый еще в двух режимах, в регрессии и в классификации использовался, то шесть на два получилось 12 разных вот, что ли, алгоритмов или способов решения задачи мы опробовали. Ну, вот по поводу обычных методов, ну, мы использовали два типа дескрипторов, которые самые вроде на сегодня навороченные. Первый тип дескрипторов это ваш покорный слуга предложил там сколько-то лет назад, они опубликованы, вы можете это все использовать. А второй тип алгоритмов это LBP, так называемые, Local Binary Patterns, которые тоже имеют много модификаций, все более-менее разумные мы там задействовали, то есть весь арсенал существующих дескрипторов, методов мы бросили сюда. Ну, соответственно, когда дескрипторы получены, они поступают на метод главных компонент, где мы вот это громадное количество данных сводим к некоррелированным главным компонентам, а некоррелированные главные компоненты подаются уже непосредственно на вход в классификатор. Можно, конечно, вывалить на умные классификаторы вообще кучу этих данных, и он попутно вам скажет, что вот это, вот это, вот это, вот это, это полная ерунда. Оно ничем не помогает решать задачу и само это выкинуть. А можно сделать более аккуратно и правильно сделать принципы компонент анализов, и тогда у вас получатся некоррелированные настоящие такие признаки, или фичи, как говорят у нас в жаргоне. Так, дальше поехали. Ну, вот тот компьютер, на котором это делалось, какие-то показатели, значит, что тут в сетях использовал, что было, тренинг-сет состоял из, тренинг-сет состоял из 7000 изображений, валидейшн, соответственно, из 3000 изображений. Вот программное обеспечение, в частности, которое тут используют. Ну, все есть, да, слайды будут вам доступны, хотите, смотрите. Значит, вот классические или существующие методы дали вот такие результаты. Тут можно покопаться, конечно, какой классификатор чуть получше работает, но все это так по мелочи тут вот флуктуирует, я не знаю, в каких-то двух, в двух годах жизни. То есть, это root min square error, так называемая, то есть, ну, средняя ошибка. Средняя ошибка вот составляет, ну, так, грубо, навскидку, 13,5 лет. Так примерно этот алгоритм работает. То есть, ошибается в среднем на 13 лет в предсказании возраста человека. Ну, что, конечно, слишком плохо, очевидно. То есть, я бы хотел подчеркнуть, что сама задача как таковая не вылизывалась, нам это было не важно, с какой он точностью, нам было сравнить сети и не сети. Можно, конечно, вылизать там алгоритм и довести его до очень хорошего, но такой задачи просто здесь не было. Значит, вот то, что мы получили с сверточными сетями, тоже, как мы вот на внутренней, в полносвязанной сети, как это работало, КАНИРОС, НЕЙБОРС и все прочие алгоритмы, вот такие показали результаты. С разброской по режиму регрессии и режиму классификации. Не сильно тут все тоже бегает. Значит, средняя ошибка 6 лет против 13,5 лет ошибки в классических методах, назовем их классическими. Значит, я приближаю к завершению. Что здесь, что здесь с сетями, какая проблема есть? Конечно, не все так здорово, не все так классно. Первое, как уже говорилось, это черный ящик. Черный ящик, который вы не знаете, что он выдаст, как он выдаст, и от чего это будет зависеть. получили вы 93%. А что это такое? Дело в том, что иногда это и не важно, но в биомедицинских науках есть очень жесткие каноны, есть статистические методы, есть характеристики, там, P-value, Z-score, T-value и так далее, которые, вот вы получили эти данные, их и в Африке, они получат ровненько те же самые ответы на эти вопросы. В нейросети вы не знаете, какой вы ответ получите. Один получит то, другой то, и почему они разные, никто вам не скажет, скорее всего. Вот они разные, и все тут. То есть это black box. Вот недостаток этих методов, особенно в контексте, особенно в контексте биомедицинских наук. Значит, и второй вот приведен на слайде, значит, ну, вы видите, тут обычные accuracy, там area under curve приведено на training set, на validation set. Ну, и вы видите, они как-то сходятся, да? Ну, вы когда-то их все равно остановите, вы остановите, возьмете какой-то результат, а он, оказывается, отличается вот от другого. И где надо правильно остановиться, и в каком случае, вы же не знаете этого, и у вас будут флуктуации. И если мы иногда, когда вот детектируют причины какого-нибудь там явления в организме, заболевания, или еще чего-нибудь, нам надо очень-очень точно сравнивать вещи. То есть разница между ними состоянием здоровья и состоянием нездоровья очень-очень маленькая. Теперь вы берете сети, и этим инструментом что-то получается, циферку. Она флуктуирует. Какую из них взять? При каких условиях? Измените размер изображения, они какие-то другие чуть-чуть станут, и так далее, и тому подобное. Так вот, в таких случаях очень, ну, как-то надо с опаской к этому методу подходить. То есть, если вы там, как я там на телевидении, как-то, может, кто-то слышал, у Хрусталева сказал, вот когда вы эти стартапы, которые ушки подрисовывают на телефоне, выкрутить, а он ушки рисует. Там ушко попало вот сюда, туда. Все довольны, все смеются, и всем прикольно, да? Но когда вещь касается здоровья, здоровья вашего близкого человека, или, не дай бог, и также вашего собственного здоровья, это совсем не смешно. И куда попадет вот это ушко, я так условно выражаюсь, в результате решения вашей проблемы, это совсем, совсем не просто так. Вот такие вот проблемы я вижу. Ну, заключение очень простое, что все-таки, вот, как минимум, в этих экспериментах, значит, как минимум в два раза нейросети сработали лучше, чем лучшие имеющиеся алгоритмы. Ну, и опять, самая приятная часть, это я благодарю Национальную академию наук Беларуси, и Национальные институты здоровья США, вот, за то, что они дают нам денежки на эту замечательную работу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ